Валенки, да валенки, ой да не подшиты, новенькие! Сто пар теплых валенок – это только малая часть груза, который скоро отправится из Самарской области в зону СВО. К сбору гуманитарного конвоя присоединяется все больше людей. Посылки везут не только горожане, но и жители райцентров. Наши жители с удовольствием откликнулись, потому что наши сейчас ребята там находятся, наши братья, отцы, деды. И мы собрали медикаменты, сухой паек, теплые вещи. Это уже восьмой гуманитарный конвой, который сформирован в рамках акции региональной общественной палаты «Своих не бросаем». Вот, казалось бы, простые три русских слова «Своих не бросаем». И это вылилось в нашем регионе в длительную, системную, а самое главное – расширяющуюся акцию, которую мы проводим по линии общественной палаты. Мы собираем то, что сегодня ожидаемо нашими ребятами, которые находятся за ленточкой в тех местах, которые сегодня являются определяющими историей не только нашей страны, но и, пожалуй, всего земного шара. В сборе гуманитарного груза сегодня участвовали представители бизнес-сообщества, Народного фронта, коллективы регионального управления, Государственные архивные службы, Нотариальные палаты Самарской области. Для бойцов, которые находятся в зоне спецоперации, самарцы собрали консервы, макароны, витамины, медикаменты и сладости. Как говорят, чужих детей не бывает. Вот так же для нас, чужих, там сегодня нет для нас. Вот собирали как своим родным, чтобы было и тепло, и, если уж не уютно, но хотя бы тепло. Тут и пленка, и одеяло, и подушки, но пленку, чтобы накрыть блиндажи, постелить на землю, чтобы как-то минимизировать это холодное время года. Вместе с седьмым гуманитарным конвоем, который был собран в начале ноября, в зону СВО отправили письма, которые написали школьники Красноармейского района. Накануне от бойцов пришел ответ. И вот буквально вчера пришел ответ из-за ленточки, где бойцы передают большие приветы детям и говорят, нам это очень важно, нам очень важно, что эти письма, это душевное тепло. Несмотря на большое количество посылок, чтобы загрузить военную машину, потребовались считанные минуты. Так много оказалось людей, которые передавали груз по цепочке. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.